25 анапчан навсегда в строю, в сквере боевой славы, ветераны, курсанты, кадеты, представители власти, на почетных местах матери павших воинов. И обращаясь сейчас к вам, матери, я хочу выразить свой низкий поклон от всех нас, ветеранов боевых действий, за ваших сыновей. В стремлении хоть чем-то помочь вам, самое большее порой, что мы можем сделать, это своим родившимся детям дать именно ваших детей, чтобы не прерывалась связь поколений. В Анапе, где начинаются Кавказские горы, есть улицы, названные именем гвардии майора Виктора Амелькова и майора ФСБ Вячеслава Евскина. Оба они, с разницей в два года, раненые до последнего прикрывали отход своих товарищей. В одном из писем Антошка написал, если бы нас здесь не было, они бы, эти нелюди, были бы уже у вас, и неизвестно, чем бы все это закончилось. И мой мальчик, так же, как и все наши ребятки, которые не знали слова страшно, писали оттуда, страшно здесь, здесь очень страшно, но мы отсюда не уйдем. Рядовой Антон Доронин погиб в 2000 году, уже во время второй фазы конфликта. Глава города Сергей Сергеев призвал помнить тех, кто отдал свои жизни, кто участвовал в этой войне и чья жизнь разделилась на до и после. Наша с вами задача – воспитать такое подрастающее поколение, которое бы точно так же любило свою родину и гордилось ей, и защищало ее, как наши предки и как те люди, которых мы сегодня вспоминаем. Чтите, несите память о тех и всегда склоняйте головы перед павшими. Благодарите матерей воспитавших патриотов нашей России. Вечная им память, а мы должны их помнить, потому что пока мы их будем помнить, они будут жить в наших сердцах. Слава Осу и Сыны, и святому духу Тиси, и Бог, суши и води, и усы окованных разрешимых. Участники митинга назвали конфликт на Северном Кавказе незаживающей раной. Практически все, кто сегодня возлагает цветы, если не участвовали напрямую в тех событиях, то как минимум сопереживали. Два десятка лет по историческим меркам не срок осмысливать минувшее событие следующим поколением, по памяти оставленной очевидцами.